В Лабытнанге сезон благоустроительных работ затронул как крупные, так и малые объекты благоустройства. На ремонт детских игровых комплексов в этом году направят более 7 миллионов рублей. Подрядчиками на площадках будут проведены ремонтные и демонтажные работы, обеспечивающие безопасность детей. Подробнее в сюжете Тимура Чешкова. В этом году работы по благоустройству города планируется провести на 96 детских площадках. Рабочим предстоит привести в надлежащий вид установленное ограждение и оборудование, проверить и заменить все неисправные детали детских аттракционов. К национальным стандартам будет приведено 32 детских комплекса в Лабытнанге. Самый трудоемкий процесс работы по устройству ударопоглощающего покрытия. Все лучшее детям, говорит производитель работ Николай Дулов. Сама плитка состоит из резиновой крошки. Крошка – это переработанные резиновые покрышки. Из них достается корт, потом она дробится, добавляется клей, краситель, любые цвета. Потом впоследствии производится укладка на детские площадки. Травма безопасная. Самое главное, что дети, если мало ли упадут, ничего не повредят, все встанут дальше, побегут. Такой материал позволяет надолго обеспечить безопасность детей. Срок эксплуатации резиновой плитки – более 10 лет. Из-за недавней аварии на железной дороге, ведущей в наш город, произошел сбой в поставках строительного материала. Но работы на всех объектах подрядчик обещает выполнить в срок – до 1 сентября. К тому же жители соседнего дома и сами помогают в благоустройстве. Помог я электричеством для питания их оборудования и для хранения материала, инструмента, техники их. У меня стоит автомобиль, там место было свободное, можно было хранить. Попросили помочь товарищей. Они же делают благоустройство нашего города. И любой патриот нашего города, я думаю, что так же он сделал бы, как и на моем месте. Как только работы были завершены, старая игровая площадка уже с новым покрытием привлекла внимание юных лабытнанцев. Всего в этом году работы по устройству такой резиновой плитки будут проведены на 8 объектах. А это более 2500 квадратных метров безопасного покрытия. Тимур Чешков, Дмитрий Сверид, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».